Продолжение следует... Этот день для меня такой особенный, трепетный, потому что я принимаю эстафету от Господа, чтобы все, что вы видите, для чего вы пришли, чтобы все, что вокруг здесь есть, внутри, в сердце, и все, кто здесь есть, чтобы это послужило Господу. Я не знаю, как бы, когда я только пришел к Богу, я пришел, ну, у меня родители из коммунистической семьи, отец у меня коммунист, дядя у меня профессиональный атеист, лектор общества знаний, никогда про Бога я ничего не слышал, и вот наступил тот момент, когда кто-то мне сказал о Боге. И, знаете, мне так это было приятно, когда пришел в церковь, и мне говорили, вот куда бы ты в какой город ни приехал, просто вот тебя везде, ты везде найдешь своих. И вы знаете, так и было. Сразу первое, что я, когда я еще ничего вообще не понимал, я буквально третий день ушел в армию. Я ничего даже не понимал, что такое крещение, что такое вообще было. Но я попал в Новосибирск, и я там нашел своих. После этого я проехал очень много мест, и везде находил своих. И когда я уже вернулся с армии, пришел, и я понял, я в братстве. И я тогда полюбил братство. И я понял, написано было, что братство любите. И с этим словом я просто прожил уже почти 30 лет. Я рад, что Бог позволяет трудиться в братстве. И сегодня здесь есть представители со всего братства нашей необъятной, так сказать, ну как же второй родине. Вот, я очень благодарю Бога за каждого. Я вот смотрю на Колю, допустим, мне так приятно, Коля, ты проехал 1725 майлов со своей семьей. Это, знаете, с такомы. Просто когда я ему сказал, Коля, вот так и так будет, он говорит, а я хочу приехать. Просто, понимаете, вот это вот чувство братства. Я так благодарен за Павла, вот мне он так нравится. У него такое лицо белорусское, такое приятное. Знаете, вообще белорусы, они мягкий народ. Я только что приехал, был в Белоруссию, и просто я хотел тебе передать большой огромный привет оттуда. Я очень благодарен Андрюше, который ревнует, который, ну, наверное, не один раз молился, чтобы как-то направили все наши молодежные дела в сторону миссии везде и всюду. И вот он всегда меня вдохновляет. Мне нравится, что он может всегда петь. Я хочу просто каждого из вас поблагодарить, потому что вы отозвалися. И брат Павел Афанасий, и Рома, который всегда, знаешь, Рома, когда ты был в этом, там, в острове, я помню, когда я приехал туда, мне так было приятно быть частичкой вот того, что вы делали там. Я благодарен, ну, каждому из вас, вот все, вот Петя, вот, он, ну, молодой человек, нас Бог свел вот в такой момент, вот, и мы с ним вот уже, сколько, Петя, наверное, лет около десяти, вот везде, где бы ни были, всегда вот Петя позвонит, скажет, что-то ободрит как-то, когда было тяжело. Я так благодарен, что ты сегодня здесь, и вот от лица вашей церкви. Благодарен за церковь спасения в Вэшвуде, которая всегда, когда бы ни было, всегда имели вот это теплое отношение. Я просто рассказываю это, потому что я хочу показать братство. Я благодарю вот брату Владимиру Гиденко и его семье, потому что, знаете, были разные моменты в жизни, которые, когда я позвоню ему, скажу, я говорю, брат Володя, вот, ну, что-то вот, он всегда находил какие-то слова, чтобы сказать. Я благодарю вот Виктора Хомякова, который с Денвера приехал, который всегда, когда бы я туда не приехал, он всегда меня, мы должны с тобой поговорить. Мало того, он всегда, каждый раз, всегда благословляет. Я знаю его затраты, я знаю всегда, но он всегда раз выпишет чек и говорит, брат, я хочу тебя благословить, и дает всегда на миссию, потому что у него душа вот такая. Я благодарю брата Владимира Шарикова, который тоже своей семьей подвязается в этом служении. И всех, всех, я даже просто не могу, брата Николая Танасова, который, знаете, мне понравилось, что он, опять это наше братство. Когда-то был такой случай, когда он приехал, мы были на совещании, я не знаю, кто-то еще был тогда. И он приехал, сидел скромно, все, а потом в конце говорит, братья, а я сегодня приехал с вами попрощаться. Мне поставили диагноз, после которого, ну, в общем-то, все. И, говорит, ну, было желание, чтобы взять вот как-то и, ну, помолиться, помолитесь за меня. И вы знаете, братья как-то быстренько открыли эти свои сумочки, каждый достал гилет, куда он взялся. Как-то они там, я первый раз видел, вот такое, помолились, а все. Прошло немного времени. У нас был съезд в Вифании, и когда Николай Танасов вышел и сказал, братья, а я полностью усилен, я благодарю Бога, что вот он сегодня здесь. Я благодарю за Александра Кирилловича, который во все трудные времена, потому что нести вот многие вот эти вещи, я сам неспособный человек. Я из колхозников, можно сказать, мою жизнь, я помню, как я доил коров. Когда я уже через 4 года после Америки приехал туда, я понял, почему от меня в автобусе отходили в сторону. Потому что я навозом вонял, братья-сестры, знаете. Это все, ну, вот было такое, я не знаю почему. Сейчас я рад, конечно, вот за такое тело, которое он мне дал, ну, все в другом теле. Но, знаете, когда вот тот здоровый, полный, когда мне доверяли какие-то вещи делать, я говорил, ну, братья, ну, что вы смеетесь надо мной. Мне приходится выходить и говорить. Я помню, вышел на съезд в Украине, молодежи всей Украины. И я вышел туда, ну, думаю, ну, представитель Америки, блин, ну, скажи, типичный такой, знаете. Вот, ну, Бог тогда дал какую фразу интересную сказать просто в утешение тем, которые были тоже полные, что ничего худого в Царствие Божие не войдет. И как-то радовался этому. Спасибо, нам легче стало. Вот, ну, а потом, знаете, я понял, когда читал книгу «Левит», там есть такое описание, что есть жертва повинности. Я хочу вот всегда быть повинным, повиноваться. И, знаете, там написано, что жертва повинности – это великая святыня. И нужно было все взять, весь жир, тук, сальник и все, и принести к священнику. И священник положит это на жертвенник. Сожжет, и написано, это жертва повинности, великая святыня. Ну, я вот это так и сделал. Теперь я счастлив этим, что я здесь. Почему я так вот рассказываю? Может быть, кого-то еще не сказал, вот, брат Павел, вот, со своей семьей. Они, как бы, владелицы этого билдинга. Они нам за очень дешевую цену предоставили возможность находиться здесь. Вот, Эльвира рассказывала о том, что когда-то им предложили хорошую сумму за весь этот этаж. Но, говорит, не было покоя. Ну, три дня снился один и тот же сон, что открывались вот эти окна. Она стояла на парковке, говорит, открылись, и оттуда очень много пшеницы сыпется. И так повторилось три раза. На четвертый день я позвонил и сказал, Эльвира, я хотел бы, если можно, потому что мы планировали другое, но не получалось, здесь было закрыто. Я говорю, можно здесь эти ориентовать? И она, говорит, знаешь, сразу такой покой, как Елене на душе. И я понял о сон, потому что, говорит, отсюда будет эта пшеница. И действительно, я хотел бы, чтобы все отсюда вошло самое лучшее. Не для славы человека, не для кого, но во имя Бога, для церкви. Потому что Бог поставил вот как стол по утверждению истины. И вот, извините за такое длинное вступление, я просто хочу вместе с вами сейчас помолиться для того, чтобы начать это с вами наше общение. Когда это общение освящения. Общение, не просто освящение вот этого, освящение того, чтобы этот труд был наш общий. Вот так вот, как мы здесь собрались со всех регионов Америки. И хотелось бы, чтобы именно это послужило для созидания братства. Потому что молодежь, она хочет видеть сильное братство. Она хочет видеть, что мы неразрозненные, что мы любим Бога, что мы любим Слово Его, что мы Его проповедуем везде. Чтобы они увидели, что я выхожу и каждому говорю про Бога. Чтобы каждый верующий, который находится среди братства, чтобы он мог быть светильником для них. Это нужно, если этого не будет, с кого им пример брать. Чтобы передать эту эстафету молодому поколению. Поэтому хотелось бы, чтобы это все было. Поэтому для начала мы вставшие, давайте мы помолимся. Я попросил бы брата Колю, Колю Кристева, который такой длинный путь проделал со своей семьей. Взял всех своих детишек и супругу взял. Помолись, пожалуйста, Коля, если можно. Я хотел вам представить руководителя библейской миссии. Он не просто как руководитель. Мне нравится, что если вы увидите, что у нас, в общем-то, на сегодняшний день 9 офисов по миру. И эти офисы, они во всех, в каждой стране, в Центральной Азии, 5 стран, которые это все вместе. Они работают с братством и через братство. Это Молдова, Белоруссия, Россия и Украина. И вот Альберт, руководитель Центрального офиса. И мой просто друг. И я хотел бы, чтобы он тоже пару слов сказал, представил нашу команду. Я вас сердечно приветствую, братья и сестры. Переполняю чувства. И я хочу просто сказать, я вспоминаю, когда мы первый раз с Константином встретились. Я был миссионером в Казахстане. И мы оказались в одном учебном заведении, где мы ночевали. И Константину родственники подарили очень много пищи. Чтобы она не испортилась, он еще был другого телосложения и по-другому относился к пище. Он и позвал нас и говорит, слушайте, для того, чтобы продукты не пропали, приходите все в мою комнату. Вот мы и там собрались все, и я там еще много других братьев встретил, которые стали тоже моими друзьями. И вон там началась наша дружба. Я хочу сказать, знаете, это просто чудо Бога. В принципе, библейская миссия – это вы. Потому что миссия – это не организация. Ну, вот когда я первый раз соприкоснулся с библейской миссией, я понял, что это семья. И знаете, мы не можем без друг друга, в принципе. Зачем будем мы, если вы не будете? Вот понимаете, зачем должна существовать миссия, если не делается дело Божие, не совершается дело Божие? Я бы хотел вот для основания сегодня нашего дня, вот один стих, чтобы мы все просто взяли себе в сердце, и чтобы мы его пронесли сегодня через этот день. Кремлинам 11 глава 36 стих, там такие слова. «Ибо все из него им и к нему. Ему слава вовеки. Аминь». Братья и сестры, это все от Бога, это не наша заслуга. Это не заслуга международной семьи библейской миссии. Мы молились много об этом. Я помню, как исторически развивалось знакомство, или вообще, когда зарождалось Байбл Мишинславик. Я помню, Константин пригласил нас на конгресс. Мы туда приехали, я думал, Господи, ну, тут столько много разных людей и так далее. Да кто мы здесь, да, и так далее. И потом, знаете, Бог открыл удивительно двери, и Он начал просто менять события нашей истории, да, как-то. И вот есть то, что вы сейчас видите, это сделал просто Бог. Я просто благодарен Господу, что Он, знаете, сегодня еще одну семью присоединяет к международному служению. Я хочу сказать, что у нас нету президентского правления. Я не являюсь президентом библейской миссии. У нас есть совет директоров, у нас есть международное правление. Я один из членов этого международного правления, но у нас коллегиальное управление, миссия. Я благодарю, что Павел сегодня может быть с нами, он тоже один из руководителей международного служения. И вот сегодня мы просто радуемся, что, знаете, в семью вливается еще одна семья, еще братство присоединяется. Если вы посмотрите, братья, ну, это, в принципе, это все служители союзов, это все служители церквей. Потому что мы иначе не понимаем себя. Зачем нести служение, если нету церкви? Потому что авторитет — это церковь. Если церкви нету, мы можем много раздать гуманитарной помощи. Мы можем много сказать, ну, куда пойдут люди? Церковь — это авторитет. И я, вообще, мое личное мнение, что миссионерское служение — это задача церкви. Это мое личное мнение. Я изучал этот момент, я думал, господи, ну, как так получилось, что вот столько много миссий? И я сейчас даже еще работаю в миссии. Знаете, я хочу сказать, что история сказала о следующем. Что когда церковь перестала заниматься миссионерским служением, сконцентрировалась на себя, появились люди, которым Бог дал задание, Денеко и другие-другие, много людей, которые вот есть, да, которые сделали просто, знаете, огромный труд для того, чтобы люди узнавали о Христе. И организовались разные миссии. Мы, как библейская миссия, хотим, чтобы просто помочь церквям делать то, к чему они призваны. Просто быть помощниками. И знаете, я еще чуть побольше буду рассказывать о служении, но я хочу просто сказать, я благодарен Господу, что вы есть. Потому что я понимаю, что иначе оно не может даже быть. Я благодарю, что есть люди, которые фулл-тайм согласились, мы хотим с утра до вечера администрировать служение. А делать вы будете его. Понимаете? Это просто вот люди, которые будут стараться упорядочить какие-то действия, какие-то направления, давать какую-то форму, знаете. А в конечном итоге вы будете делать его служение. И вот мы хотим быть просто этим мостиком. Я хотел бы сейчас представить команду библейской миссии, которая вот здесь уже зародилась. Уже есть люди, которые фулл-тайм начинают здесь работать. Есть люди, которые волонтеры присоединяются. Их очень много. Мы даже сегодня всех сюда не сможем вывезти, потому что их так много. Вот они уже разжигают там и грил, и хотят уже, ну готовят много и так далее. Их очень много. Я бы хотел представить тех людей, которые, ну достаточно стабильно здесь каждый день появляются для того, чтобы совершать служение. Первое, я хочу представить Константина. Вам его не надо представлять, но он является у нас директором этого офиса. Потом его помощник это Денис Должанский. И он как бы помогает Константину. И я очень рад, что есть у них вот совместное видение, есть такое желание служить Господу. Но у нас, знаете, в библейской миссии не бывает служения одного человека. Вот моя жена тоже сотрудник библейской миссии. Если даже она не устроена в библейской миссии. И мои дети сотрудники библейской миссии. Потому что иначе это невозможно. И вот у Дениса, они переехали с Викторией. Вика, если можно как-то, не знаю, передай там вот это все оборудование. Она является помощницей Дениса. И таким образом они каждый день сюда приезжают. Знаете, я восторгаюсь тем, что они ребеночка несут сюда. Что коляску качают, записывают видео. Знаете, и просто совершают служение. Это семья делает. Я знаю, что вот этот малыш, который еще ничего не понимает. Который уже тоже часть библейской миссии. Часть служения, которое совершается здесь. То есть он получит свое благословение. И это просто огромное благословение. Надо вообще-то Любу позвать. Но я боюсь, что мы потом что-то... Но я бы позвал. Да? А почему? Можно позвать тетю Любу? Потому что от нее много здесь зависит. Да. Она здесь не бывает, но если она мне не благословит. Айгерим, если вы посмотрите, вот там есть фотография. в Центральной Азии. И Айгерим, можно сказать... Вы знаете, вообще у Айгерим своя история. Айгерим когда-то через вот этот детский проект узнал о Христе. Вот там есть Child Sponsorship. И когда-то кто-то взял ее на Child Sponsorship, молился о ней и жертвовал каждый месяц какие-то средства определенные. И знаете, и Бог пришел в их семью. И она, в принципе, с самого начала, потом пришла в библейскую миссию, начала трудиться в библейской миссии, была секретарем библейской миссии. Я знаю, что Алексей сейчас плачет, наш директор. И он говорит, я просто потерял такого человека, я не знаю, как это все компенсировать. Но Айгерим, сложились обстоятельства в ее семье так, что она переехала сюда и переехала в Миннесоту. Представьте себе, когда Константин это услышал, он говорит, Господи, это же просто чудо, да? И теперь Айгерим потихоньку присоединяется к этому офису. Значит, куда не приедешь, везде миссия. Вот так получается. Айгерим, мы рады, что ты здесь. Есть много волонтеров, которых сейчас, я не знаю, как вот, ну, всех описать. Константин, что-то скажи. Ну, я, знаете, вот здесь я вижу Таня, Вера, которые очень много сделали. Ну, в принципе, вот сейчас вот Ваня держит трубку, ну, то есть вот, хочет сфотографировать, но когда мне надо было красить, он всегда здесь, когда нужно было, вот они взяли. Говорит, можно ведь мы придем с подростками, и там их десятка-полтора подростка, они перекрасили этот все. Знаете, это где-то, ну, десятки, если не сотня волонтеров, которые находятся здесь. Я удивился, за два месяца работы этого офиса, вот до этого момента, здесь просто сотни людей прошли, и каждый готов был. Вот у Тимофея дети, которые приходят сюда, они говорят, можно мы будем клеить там посылки, календари, кто из вас получал, вот его дети паковали, собирали, клеили, это просто удивительно. Поэтому просто вот, как бы, ну, будем говорить, вот здесь большая армия стоит, просто мы сейчас не сможем все сюда поставить. Кто-то около трака сейчас работает там. Ну, в принципе, мы хотели просто представить, но у меня есть побуждение за них помолиться. Вы не против? Я сегодня не против. Вне программы просто помолимся, а вот этих молодых людей. Хорошо? Кто должен помолиться, Константин? У тебя же это на сердце, или кому-нибудь поручить. Павел, помолись, пожалуйста. Пройдите вперед и соверши молитву благословения за вот этих посвященных людей. Пользуясь вот этим случаем, я хочу вам передать подарок от международной семьи. Это символика библейской миссии. Какое-то определенное время мы сделали вот такую вот экспозицию, или как это назвать, я не знаю. И смотрите, она имеет большое значение для нас. Мы понимаем, что мы сами ничего не можем. Мы понимаем, что это только плод, знаете, когда люди объединяются для того, чтобы что-то делать. Я прочитал удивительную книгу, и потом родилась у меня вот эта идея, вот как вот это сделать. Знаете, есть люди, которые держат вот этот канат. Есть люди, которые спускаются для того, чтобы, знаете, оказаться там, где есть нужда. Есть люди, которые поддерживают. И она, знаете, продолжается, вот эта цепочка, их могут быть сотни, тысячи, миллионы людей. За это мы молимся, об этом молимся и просим, чтобы много людей присоединились к этому. И знаете, я не знаю, где вы себя здесь... Но самое главное, чтобы вы где-то оказались. Знаете, чтобы где-то было место, где вы трудитесь. Есть разные люди, как ты вчера, Константин, сказал. Бабушки, да, вы ночью не спите, потому что у вас что-то болит, да? Но это для того, чтобы вы молились больше. Знаете, у каждого есть свое определенное задание, и он берет и делает то, к чему он призвал. Я бы хотел от всего сердца пожелать, чтобы вы держали канат. Вы знаете, вот это миссионерские поля, когда наши братья и сестры идут к ружде, когда они стучатся в дома, посещают детей, посещают эти семьи. Есть много других проектов, которые осуществляются. И, наверное, наша задача поддержать вот этот канат, держать. Дать им вот эту уверенность, мы с вами, мы за вас молимся. Мы призываем церкви, чтобы они присоединялись молитвенно, чтобы они участвовали в этом служении. Я бы хотел от всего сердца, чтобы вот эта символика нашла где-то место в вашем офисе. Когда вы будете приходить утром на работу, я знаю, что работа в библейской миссии – это full time. Не бывает свободного времени, не бывает выходных. Это все, вот просто это наша жизнь. Мы приходим домой и не переходит служение, потому что звонит Костя вечером мне. И он только встал утром, у него столько идей, а я уже убит. И знаете, ну я благодарен, что, знаете, мы можем нести и нести служение от всего сердца, от международного служения, от директоров всех, от команд. Они молятся об этом событии сегодня. Хочу вам подарить вот эту символику. Пусть Бог вас благословит, держать крепко канат. Спасибо. Денис, я думаю, что мы постараемся оправдать благословение. Благословение. И всех волонтеров тоже имею в виду. Хорошо, Константин, пожалуйста. Хорошо, пожалуйста, вы можете. Сегодня будет совершена молитва освящения. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли, что мы будем делать. Когда вы заходили здесь, видели разные проекты, которые мы делаем, которые делаются во всех братствах через библейскую миссию. В принципе, мне нравится, как Альберт говорит, я, говорит, мечтаю, чтобы миссий на земле не было. Это не в том смысле, а в том, чтобы церкви взяли опять инициативу на себя, и чтобы церкви делали. Но то ли стало то, что есть, то есть. Вот эти проекты, которые лежат на сердце библейской миссии, и на моем сердце, и на сердце вот те, которые здесь, мы хотим послужить, послужить братству в тех трех размерах. Это Иерусалим, Самария и до края земли. Я очень рад, что, наконец-таки, начинает вспять чуть-чуть вот со вчерашнего дня, когда открылся этот байбл-трак, наш единый, от всего славянского братства, от того, чтобы, знаете, здесь в Иерусалиме, где мы живем. Самария, это близлежащие страны, Канада и Мексика, слава богу, туда уже тоже пошли, и до края земли. То, чем, в принципе, все эти годы мы занимались, а всегда край земли. Но та страна, в которой мы живем, она тоже очень много значит. И опять хочу вспомнить эту Машеньку, которая в Чикаго, она у меня просто сердце тронула. Понимаете, у нее желание послужить здесь. Она взяла вот эту вот коробочку, в которую кидают эти монетки. Каждый раз, с каждой монеткой у них будет сердце растапливаться. И поэтому вместе с вами я хотел бы, если это все будет соучастно в ваших сердцах, чтобы вы услышали немножко о проектах, чтобы мы вместе могли трудиться. Потому что я буду говорить обо всех этих проектах, не только я, Денис и все остальные. Мы будем говорить, если у кого-то в чем-то кликнется когда-нибудь, мы готовы вместе с вами потрудиться и быть этим просто мостиком. И сейчас я хотел бы, чтобы первый сказал Альберт. После Альберта, если можно, мы споем одну песню, и тогда брат Павел скажет. И после этого брат Александр Кириллович, он скажет короткое слово и призовет нас к молитве, к молитве посвящения. После этого кто-то из вас, если у вас будут желания, вы можете несколько слов сказать, ваших пожелания нам. И в конце Александр Кириллович скажет слово и призовет. Вот когда братья собрались, рассуждали и сказали, ну, а давайте все это закончим. Не только тем столом, там будут шашлычки такие, братья и сестры, я до сих пор их ем, между прочим, немножко, но ем там шашлычки, вот, приготовили. А сделать вечерю любви, или вечерю Господня, чтобы мы вместе с вами, знак того, что мы едино служим, как вот в этом знаке, чтобы мы совершили вечерю. Согласились все братья-пресвятера по местной церкви и решили это сделать. Потом Александр Кириллович совершит это. И после этого у нас уже будет такое свободное общение с шашлычками и со всеми остальными. Хорошо? Все, тогда, значит, пожалуйста, брат Альберт. Меня Константин попросил немного рассказать о принципах служения, которым... принципах служения библейской миссии. Если можно, высветите там мост, есть такая инфографика, чтобы... Да, значит, как я уже сказал, знаете, один из моих больших принципов, потому что, в принципе, я коллега Константину, то, что он сейчас хочет делать здесь, в Америке, то я делаю в Германии. Я посещаю церкви. Мы работаем с церквями для церквей и через церкви. Смотрите, я уже об этом говорил с церковью, потому что я на самом деле считаю, что миссионерское служение – это задача церкви. Это мое убеждение просто. И я иначе никогда не хочу совершать служение. Я сам был 12 лет на миссионерском служении в Казахстане. Был у Франца Гергардовича, и мы служили с церковью, с союзом, для союза, через союз и так далее. Для церкви – это значит, мы хотим служить и церквям. Знаете, самое великое служение – это у нас. Я просто говорю, знаете, мы можем рассказывать о том, что Бог делает через служение людей. Знаете, какой велик Господь, как пробуждаются люди к новой жизни и так далее. Это самое лучшее, что мы можем рассказать. И это делаем через церкви. Что это значит? Есть церковь, скажем, ну, это церкви Америки, скажем, да, это Альянс, это много-много церквей, много членов церкви. И это миссионерская церковь, которая находится в Молдове, в Центральной Азии, в России и так далее, там, где есть у нас миссионерские поля. Наша задача – составить вот этот мостик. Знаете, просто сказать, вот, к примеру, вот сейчас в Украине было вот это сложное положение. Шакопинская церковь участвовала в том, чтобы оплатить вот эти перевозки много-много разных траков с гуманитарной помощью, с продуктами и так далее. Знаете, мы ни один пакет не раздали, как библейская миссия. Мы имеем партнерские церкви, которые хотят работать по этому принципу, которые имеют какие-то определенные, ну, скажем, критерии, они должны быть миротворцы, они должны иметь библейское учение, есть критерии, которые они должны выполнить, иначе мы не сотрудничаем с этими церквями. И если есть вот эта база, основания, мы говорим, у вас есть нужда? Они говорят, конечно, есть, вокруг нас столько нужды. Вы хотите, как церковь, помочь этой нужде? Конечно, но у нас нет ресурсов. Кто бы нам помог, да? Мы сами голодные, если так взять, да? Тогда мы говорим, хорошо, мы поможем вам. Мы, вот здесь есть церкви в Америке, есть церкви в Германии, вот мы это все упаковали и перевезем к вам. И теперь вот мы приходим и церкви вот прям во двору разгружаем и говорят, теперь вызовите людей. И у нас есть принцип, как это должно быть. Мы не просто гуманитарная организация, которая раздает направо-налево продуктовые пакеты или одежду или еще как-то. Если это не сопровождается с Евангелием, мы не участвуем в этом. Значит, если нету проповеди, если нету ясного соприкосновения с истиной, тогда зачем мы? Мы не гуманитарная организация, мы всегда это говорим. Несмотря на то, что у нас очень много гуманитарных проектов, у нас в неделю уходят траки в разные миссионерские поля, но это с той целью, чтобы принести человеку и рассказать ему Евангелие. Это очень важно. И вот это наш принцип, с которым мы работаем. И вот почему я просто понимаю, что в принципе библейская миссия это вы. И мы просто администрируем это все, да? Мы просто помогаем это все наладить, где-то соедините. Есть церкви, мне очень понравилось, пресс-фитера позвонили и говорят, мы хотим приехать к вам в миссию. Я говорю, добро пожаловать. Мы попьем кофе вместе, вы зададите вопросы. Они приехали и сказали, Альберт, когда-то, 10 лет тому назад, вы нас свели с одной церкви. Мы построили там дом молитвы. Потом мы начали ездить проводить в лагеря. После этого мы построили центр надежды, прямо возле дома молитвы. После этого наша церковь начала брать детское партнерство. Они сказали церкви, и это детское партнерство, оно тоже на основании церкви обратно. Поймите правильно, да? Это не просто один человек появился и ходит и собирает детей. Мы говорим церкви, есть ресурс. Соберите детишек, которые вы видите в социально очень слабых обстоятельствах живут. И стучитесь в эти двери. Они взяли, как воскресная школа, интересно, каждая воскресная школа взяла 5 детишек. Они о них молились, они собирали средства и поддерживали ежемесячно вот это служение. И знаете, они приехали и говорят, Альберт, спасибо вам большое. Это наша партнерская церковь, мы о них молимся. Один раз в год или мы туда ездим, или пресс-фитер приезжает к нам, проводим миссионерскую конференцию вместе. Спасибо за вашу помощь. Я говорю, мы тогда уже не нужны больше. Он говорит, ну, время от времени появляйтесь у нас. А так, спасибо большое. Я говорю, вот это наша задача. Я так обрадовался, я говорю, Господи, мы соединили две церкви, они работают вместе, они за друг друга переживают, плачут и молятся за друг друга. Вот это есть идея библейской миссии. Я хочу просто вот показать вот этот принцип, и иначе мы не будем работать, да, если это не будет вот так работать. Можно следующий слайд показать, там немножко о проектах, чтобы вы просто имели представление, да. У библейской миссии есть три направления. Первое — это благовестие. Второе — это подготовка. Подготовка церкви — это помочь церкви для того, чтобы они могли совершать эффективное служение. И это элемент милосердия. Милосердие, я называю, это ключик в дома людей, к сердцу человека, в жизнь человеку, да. И здесь, вы видите, у нас есть разные проекты. Личное благовестие 1.10. Один человек несет десяти людям Евангелие. Это есть проект, он всегда у нас рождественский проект. Это недостигшие народы, да, это которые, ну, помирцы, скажем, в Таджикистане. Нет еще ни одной церкви. Мы туда идем, и мы несем туда благую весть. Это благовестие, это строительство домов молитвы, очень важно. Знаете, кто-то скажет, а что это общего имеет с благовестием? Мы это замечаем. Вот сколько уже домов молитвы были построены. Когда у церкви появляется дом молитвы, знаете, это как новое дыхание. Они становятся официальными. Они становятся официальными. До этого они были какая-то секта, собираются где-то в каких-то домах, где-то в залах каких-то непонятных, да. Но когда строится дом молитвы, само строительство, вы понимаете, что это огромное свидетельство? Один человек проходит, я помню одно свидетельство, братья рассказывают, говорит, он приходит и говорит, мужики, вы откуда? Ну, уже по даты. А он говорит, ну, мы с Германией приехали, будем строить церковь и так далее. Он говорит, слушай, а у меня сын сегодня родился. Иду, говорит, отпраздновать с друзьями. Ну, вот он ушел, они говорят, мы начали строить, строим, 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 строим. Говорит, через какое-то время он обратно идет. Говорит, встал, стоит и говорит, мужики, уф, говорит, во что? Что, Бог вас посетил, что ли? Говорит, ну, он смотрит, уже дом стоит, понимаете. И это буквально вот произошло 5, 6, 7, 10 дней, и уже стоит дом молитвы. Это огромное свидетельство. И этот человек пришел в церковь на освящение и начал ходить в церковь. Я не знаю, как это сейчас все развилось дальше. Но в конечном итоге это свидетельство, да? Это летние лагеря. Это когда мы помогаем церквям провести лагеря. Мы дотацию какую-то даем. Мы хотим, чтобы церкви тоже что-то делали, чтобы они собирали сборы. Это важно. Но даем какую-то дотацию, чтобы это стало возможно. Подготовка. Это заочно-библейская школа. Между прочим, онлайн сейчас очень развивается. И мы хотим это развить, особенно в закрытых странах. Туркменистан, Узбекистан, закрытые страны, можно сказать, да? Но там люди обучаются. И знаете, это удивительная программа. У нас есть в Европе. Это очень хорошо. Вечные истины. Это есть материал для малых групп. Вы можете посмотреть. Там есть книги. Есть хорошее апп-приложение. Возьмите, пожалуйста, можете скачать. И там сколько языков, Павел? У нас 40 с чем-то языков. Да, 40 с чем-то языков. Английский, русский, украинский, молдавский. Вот для Германии, знаете, это было огромное благословение. Сейчас у нас беженцы. И в эти кэмпы, где беженцы, нельзя ни одну книжку занести. Просто это проверяется. Ни библию, ни брошюрку, ничего. Но у них стоят Wi-Fi hotspots. И вы просто удивитесь. Замерили, что трафик одного в refugee camps больше, чем во Франкфурте на аэрпорте. Они все пользуются смартфонами. И мы туда делали такие айфоны. Вы посмотрите, там они на немецком языке. И знаете, они заносили и начинали скачивать это приложение. А там и на арабском, и на сирийском, и на мандарин даже, самый сложный язык. Это один из китайских языков. И они могут прослушивать вот эти уроки. На украинском есть, на русском есть. Значит, все языки, это вот один из проектов, который мы совершаем в партнерстве с другой организацией, которая взяла вот это их огонь. Служение следующему поколению. Знаете, это в принципе частично, мы это уже здесь делаем. Вы вчера видели, сколько молодых людей стояли, и мы за них молились. Это передача веры, эстафета веры. О чем будет у вас встреча на молодежной встрече и так далее. Значит, подготовить, дать ресурсы. Пожалуйста, пользуйтесь для того, чтобы церковь могла становиться сильнее. И, конечно, милосердие, это детское партнерство, об этом я говорил, можете подойти. Айгири, между прочим, координирует этот проект здесь на месте, администрированы. Это центры надежды. Это когда построится такой дом молитвы, и через время они говорят, слушайте, столько детей начали приходить. У нас вокруг есть нужда, социальная нужда, есть люди. Давайте построим отдельное здание, чтобы там мы могли заниматься с этими тишками. И, как правило, активные церкви строят еще центр надежды. В этом мы тоже участвуем и потом помогаем. И люди в нужде, это рождественские подарки, это вдовы, это гуманитарная помощь, это кризисные какие-то обстоятельства, это, может быть, до молитвы сгорел. Это сейчас вот в Таджикистане, может, вы слышали, библейский колледж сгорел, да, и так далее. Это вот такие кризисные обстоятельства, где мы хотим тоже соучаствовать в этом. Это большое служение. И наша задача, друзья, чтобы эта церковь делала. А мы это просто администрируем. Мы стараемся наладить вот эту связь. Мы стараемся как-то помочь, чтобы это работало, чтобы была просто прозрачность, чтобы была ясность, и чтобы это было на самом деле доступно и эффективно. И, знаете, кто-то говорит, Альберт, вы обратно приехали деньги собирать? Я говорю, нет. Нет. Знаете, у Бога все деньги этого мира. Моя задача, когда я приезжаю в церковь, знаете, чтобы сердце загорелось. И обратно я понимаю, я это не могу сделать. Это может только Бог сделать. Когда Бог зажгет сердце, знаете, тогда человек и будет молиться, тогда человек будет и жертвовать, но это не я сделал. Знаете, я могу рассказать историю. У меня их сотни этих историй, и вы все будете сидеть и плакать. Потому что есть нужда, которую можно рассказать, да, и у вас все... Вы расчувствуетесь, да, и может кто-то достанет 100 долларов, даст мне и скажет, слушай, Альберт, помоги там, но завтра утром вы об этом пожалеете. Когда заглянете в кошелек и скажете, что-то я расчувствовался сильно. Вот это неправильно. Мы хотим, чтобы вы дали, потому что Бог вам это сказал. Ради Бога вы это дали, не ради библейской миссии, знаете. И вот это наша цель. И, знаете, я верю, что Бог это делает. И, знаете, мы будем делать, если даже не будет денег. Мы будем это делать, потому что Бог нас призвал к этому. И если вы хотите стать соучастниками, и Бог вас побуждает это делать, мы рады вместе с вами двигаться в этом направлении. Так, немного проектов. Константин, ты себе так это представлял? По-другому. Хорошо. Вот эти все проекты, конечно, Константин еще не все взял на себя. Он говорит, братья, подождите, я еще, это, ну, мне надо чуть, ну, понять, как, что и так далее, да. Я возьму маленькие частички, и вот вы уже видите, там где-то уже есть оформление, есть материал, у Кости загорелось сердце. Я вот удивлен был, когда он загорелась, она по этому детскому партнерству. Он приехал в Германию и слышит, кипа, кипа, кипа. Он говорит, это вы как в Израиле трудитесь по проекту кипа? Я говорю, а при чем в Израиле кипа? А по-немецки это Kinder Partnerschaft, это Child Sponsorship, понимаете? Он говорит, я думал, кипа это вот, ну, еврейская шапочка, говорит. Я говорю, да нет, это вот, вот это, вот это. А он когда услышал, говорит, слушай, так я хочу это тоже делать, это мне нравится, да. И Господь благословляет, уже есть первые братья со славянского общества, которые участвуют в этом, и мы просто очень рады. Я передаю эстафету. Мы сейчас споем, я просто добавлю, что хочу поблагодарить, что вот в этих проектах частично участвовал уже весь наш Альянс в строительстве молитвенных домов. На съезде Альянса в апреле месяце, когда Альянс выделил какую-то сумму для строительства молитвенного дома в Омске, я приехал туда, когда уже стоял фундамент, и начинали стены делать. Сейчас вот прислали фотографию, уже совершили первое служение. Братья и сестры, наш Альянс участвовал в Омске в строительстве молитвенного дома. Я просто радуюсь, я видел тех людей, как они работают, как там все. Петрозаводск, это положило семейство Марченковых во Флориде, брат Михаил, и он как бы поднимал этот вопрос, и в Карелии первый молитвенный дом. Когда со всей Америки 13 человек с Канады, с Америки собрались, просто разные друзья, тот, тот, где говорил, подходили. И когда они приехали туда, все такие разные, и за 8 дней построили молитвенный дом, там я попросил, что несколько оттуда приехать. Один приехал с Кавказа, пришел туда, и как бы говорит, ну, я типа специалист, я сейчас этих американцев тут научу, как правильно тут работать, все. Я, говорит, специалист, ну, сейчас я тут вот все покажу, вы там оцените это все, даже, может, чем-нибудь подкинете. А когда, говорит, начал, говорит, работать, я, говорит, сразу, говорит, не въехал, думаю, не понял, подожди, по-моему, в конце первого дня он, говорит, понял, что я, говорит, не просто, я, говорит, вообще не специалист, я не понял, что такое. Я, говорит, только на второй день понял, что, говорит, вот как работать надо. Когда за 8 дней, вот, и крышу накрыли, и окна вставили, он, говорит, я, говорит, такого, он, говорит, в шоке я уезжаю отсюда, я, говорит, я просто не знаю, как это может быть. Перед этим мы строили в Белоруссии в Драгичино молитвенный дом, и там вообще на меня пожаловались, и говорят, слушай, так заставляют работать, это только, говорит, на галерах или, говорит, в концлагере. Я говорю, так а наше, это вот вам не смешно, потому что вы все в этом работаете, так в Америке работают. Я очень рад и благодарен за это, что мы могли с вами вместе построить вот эти молитвенные дома, и я думаю, в дальнейшем то же самое будет. Чайл Спонсоршип, я просто, знаете, почему он мне загорелся? Не от того, что вот, как бы, кипа, и кто-то мне говорит, думает, что я с еврейского народа, хотя у меня говорят, отец еврей, я не знаю, на самом деле, как это. Но, знаете, я когда приехал, приехал в Москву сначала, был в офисе, и когда я посмотрел людей, которые пришли к Богу, я насторожился. Приехал в Омск, проехал по этим семьям, я думаю, не понял, что такое. И люди говорят, я пришел к Богу через это, я пришел к Богу. Приехал в Казахстан, там вообще, вот Айгерим, который, вы просто поговорите с ней, это четыре человека, то есть из мусульманской страны. Она, ее мама, ее брат, который один из регентов Алматинской церкви сейчас, ее дедушка, мусульманин, который в 90 лет принял крещение, после этого отошел к вечности. Это просто меня шокировало. Когда я приехал в Таджикистан и сидел там на вот этих чапанах их них там, или как они там называются, и люди рассказывают о том, как они через это пришли к Богу, полтаджикской церкви вообще, это Душамбинская. Я думаю, нет, я этого хочу. Мы приехали, я жене говорю, Люба, давай, я рассказала, она сказала да. Я привез несколько, и я думаю, ну, выбери, кого же она выберет? Она выбрала того, кого я не хотел. Вот просто я вам откровенно говорю, думаю, ну не могла ты кого-то другого выбрать? А она выбрала. И теперь, когда мы молимся, мы всегда говорим, Господи, благослови нашего Андрюшку, который там где-то в Тульской области, благослови его, его родню, его тот, кто соприкасается им, знаете. И я верю, что когда-то, Андрюшка, как вот я надеюсь, что мои дети все будут с Богом, слава Богу, сейчас да. И знаете, я верю, что и Андрюшка, возможно, имеет такую же ответственность. Я даже поеду к нему когда-нибудь съездю, обязательно вместе там помолюсь. Поэтому я рад, что уже где-то 20 человек, вот в том числе Виктор Хомяков, мы ехали, я ему рассказываю про это все. Он говорит, дай мне такого одного. И все, и вот он тоже подписался. Я благодарю вот тех, кто это сделали. Я надеюсь, что мы сможем также развивать, потому что через это служение пришло очень много к Богу. А теперь давайте споем одну песню, Андрюша. Какую? Да, братья, дорогие сестры, для каждого поколения Бог предлагает особый вызов нам, христианам. Конечно, было время, когда наши отцы и деды, они были рады хотя бы донести как-то, принести Евангелие, напечатанное нам с вами. И каждый из вас знает историю о том, как эта Евангелие достигала нас. Я помню мою первую Евангелие, которую подарил мне мой отец. Мне было 14 лет, вот такое маленькое, желтенькое. И я 6 лет этим Евангелем пользовался. И в армию шел вместе с ним. И это особая история, это Евангелие, когда-нибудь Бог даст, буду рассказывать. Как 20 лет я только Библию получил, и через 2 года у меня в Джамбуле забрали КГБ эту Библию, и потом подарок отца они вот так вот забрали, никогда не вернули. Это было их испытание на верность Слову Божию. Потом было испытание на верность провозглашения Евангелия. Помните свободные годы, 90-х годов? Иди, иди, и никто тебе не мешал, не предупреждал, ничего не надо было спрашивать. Просто иди и провозглашай Евангелие. Сейчас для нас с вами испытание защиты Слова Божия. На верность Слова Божия. Потому что столько нападок, которые сейчас идут вопреки Слову Божию. Мы работаем в мусульманских странах. Самый большой вопрос, который нужно защитить и ответить. Нужно ли им Слово Божие в том виде, в котором оно есть? Или надо как-то смешать с Кораном? Или что-то нужно убрать? Или что-то они не понимают? Я вспоминаю одну таджичку, которая сидела там на полу и спрашивала одного американца, с которым я там рядом сидел. Говорит, почему вы, европейцы, думаете, что то Слово, которое Бог дал всем людям, вы можете понять? А мы, таджики, не можем его понять. И что нам надо какое-то другое Слово? Дайте нам ту Библию, которую Бог дал людям. И наша задача сейчас идти и дальше защищать Слово Божие. Это наша с вами задача не только для этого. И все, что мы... Не только для того, чтобы защитить. Нам наша задача передать этот огонь веры. Передать для того, чтобы этот Евангелие живое, способно изменять людей Слово, могло дальше изменять людей. Здесь вы уже начали совершать служение. И тоже сейчас перечислили поддержка детей через программу спонсирования. Это передача Слова Божия. И это детские лагеря, которые вы совершаете. Это рождественские подарки в закрытых странах. Это тракт, который вы вчера осветили. Это все вместе взятое. Это все уже ваше соучастие. Бог вот таким чудесным образом как-то начал людей сводить вместе для объединения одной цели, распространения Евангелия, для распространения Слова. Но особое внимание я хотел сегодня подчеркнуть на молодое поколение, служители следующего поколения. Вы знаете, что формирование служения начинается не в 22, не в 23, не в 25, не в 27 лет. Оно начинается намного раньше. Я помню, мое формирование начиналось тогда, когда я ночью вставал, потихонечку проходил на кухне, потому что свет зашелся там. У нас был двухэтажный дом такой, семья, 15 детей. И оно было немножко за городом. Это было место встречи разных благовестников. Тогда не было ни телефонов, ничего не было. Мы в колхоте где-то жили там, кто его знает где, в пригороде. И туда потихонечку приезжали, стекались к отцу благовестники. И когда они зажигали свет в комнате, я видел в своей комнате, я просыпался, что кто-то к папе приехал. Я садился в углу и слушал их истории, благовестия. И я вот мальчишка, мне никогда, отец не сказал, выйди, это для взрослых. Он разрешал мне всегда сидеть и слушать, и слушать, и слушать. Это начиналось в формировании. В 14 лет, когда я принял Иисуса Христа сознательно, он подарил мне это Евангелие. С этим Евангелием я собрал своих первый такой воскресный класс. Это своих всех племянников, всех своих младших братьев и сестер. Потом еще следующий класс. Первых 12 человек. С этого простого Евангелия, то, что я прочитал, я им рассказывал, каждый из них сейчас является служителем Евангелия. С ними до сих пор продолжаю поддерживать отношения. И мой младший брат, который тогда вот тоже посещал 15-й, я из 9-й, он 15-й. Он сейчас миссионером, благовестником в Казахстане. У него 5 детей, не знаю, я забыл уже, сколько у него детей. У него постоянные там дети. Да, вот кто-нибудь дорождится. У нас вообще в семье сейчас 150-160. Я всегда своей старшей сестре звоню, говорю, Вера, говорю, сколько у нас вообще в семье? Она говорит мне, сколько родилось, сколько должно родиться, от кого, почему, как, где, когда она все знает. Вот это у нас сестра Вера, она единственная не замужем, но она всех все знает. Ее задача нас держать, все в курсе. Ну, понимаете, это вот формирование оттуда начиналось. Что мы дадим сегодня нашему поколению, которое здесь? Благовестие вокруг земли не начинается с момента, когда я поехал куда-то, а благовестие начинается вот здесь в сердце. И первый шаг благовестия это через дорогу. Через дорогу. Другого пути нету. Я могу мечтать о Китае, я могу мечтать о Мексике, я могу мечтать о Сибири, я могу мечтать о Памире, но если я не сделал этот первый шаг, который зажегся в моем сердце через дорогу, там, где я есть, на ломаном английском языке, того, кто русский другой переехал сюда, или еще как-то, то я не благовестник. Другого пути нет. Всегда первый шаг для благовестия начинается через дорогу. И наша задача с вами, если мы хотим совершать дело благовестия, ответить на простой вопрос. Как мой первый шаг? Поэтому мы и собираем здесь, и говорим о том, что Бог совершает. Вот эту, допустим, брошюрку мы специально издали на английском языке. Для чего? На каком языке сегодня разговаривают, вернее, читают больше всего наша молодежь? Кому 14, 12, 15 лет? На каком? На английском. Вот здесь свидетельство казахи, как Слово Божие поменяло их жизнь. Я сегодня буду рассказывать одно из свидетельств, как Слово Божие проникло в Казаладинскую область. Это все действительные истории. Это непридуманные. Сегодня Бог действует, и надо этот огонь веры передать. И если этого казаха, пиргиза, таджика, этого мусульманина Бог может через Слово Евангелие поменять, то Он может сегодня и нашего соседа, здесь живущего в Америке, поменять. Или? И если я этому не верю, и если я этого не несу, то как мы можем говорить о воспитании следующего поколения? У нас есть прекрасная возможность. Мы назвали это один год для Христа. Конечно, это серфинг, травел, или там, иди и служи, или еще что-то такое. Это форма, которую мы запаковали. Но один год для Христа, оно начинается с первого дня. Один день для Христа, одну неделю для Христа, один месяц для Христа, один год для Христа. И этот год для Христа, вы знаете, эта идея до того заразила меня, я принес это в семью. Сейчас мой сын, он приехал год для Христа здесь в Америке делать. Он нашел какую-то минонистскую миссию, которая дизастер мишин называется. Он говорит, папа, я не могу проповедовать, я не могу с детьми заниматься. Но я выучился, вот по крышам я работаю. Я хочу тоже год для Христа сделать. Я не могу ничего не делать, как только идти и крыши ремонтировать. И он все оставил, всю работу, все переехал. Я вчера с ним разговаривал, не получилось его сюда привезти из Алкохома Сити. Он едет там, где вот эти торнадо и все остальные разрушили дома. И просто один год восстанавливает эти крыши у домов, у людей. Это год его, год для Христа. Мой младший сын теперь оставил все. Его жена, она прекрасный врач, они оставили профессию свою. Он закончил школу полностью, оставили все, поехали работать с беженцами на каком-то острове в Средиземном море. Туда, вдвоем. Все вот, что у них будет, они пошли. Разве это не вызов нашему поколению? А передать то, что наши отцы пережили. Вот этот эстафету веры. Я помню, в Новокузнецке, в Кемеровской области, там за Новокузнецком, мы освещали такой типовой дом молитвы. Кстати, это тоже интересная история с типовыми домами молитвы. Я приехал к отцу, а мой отец, его служение было помогать в строительстве домов молитвы. Я помню, когда строили в Бишкеке дом молитвы, там Бак, по-моему, у вас ответственный был за стройку, которую в Германию потом отправили. Когда вы строили? Виктор, Виктор. Виктор, Виктор. Они друзьями были. Вот они вместе всегда обменивались. Мой дедушка построил в Алтайском крае тоже первый дом молитвы в 20-е годы. И его забрали в Лассе, сделали 4 комнаты. Я видел это, 4 квартиры из этого дома молитвы. Я видел этот дом молитвы, был там отец мой строят. И потом я приезжаю к нему, он говорит, вы, Павел, вы делаете все неправильно. Я говорю, пап, чего мы делаем неправильно? Вы неправильно эти дома молитвы строите. Зачем вы такие дома молитвы строите? Ну и начал мне рассказывать. Он всю жизнь строителем был. И он разработал этот план 6 на 12. Я даже не знал, что это размер скини. А потом я один раз посетил один разрушенный дом. Дом молитвы, так и называется на турецком языке в Турции. Называется дом молитвы Филиппа, апостола Филиппа. Я пошел, там остался фундамент. Я замерил, он что тоже 6 на 12. Я думал, ну откуда мой папа знал про этот дом Филиппа или про скини? Он просто размеры сделал. И сейчас больше ста таких домов молитвы Господь позволил нам построить. И вот мы построили один Новокузнецкий область, в Кемеровской области под Новокузнецком. И освящение было. На том месте, где когда-то расстреляли моего деда. Всех старших дядей расстреляли. Теперь на тех местах освящаются дома молитвы. Дело Божье продолжается. И вот мы начали рассказывать все вот эти вот истории, как Бог от древности, с того времени, Он просто провел. И это эстафета веры. Этот огонь Евангелия передавался из поколения в поколение. И этот старший пресвитер, епископ по Кемеровской области подошел ко мне и говорит, Павел, я соберу всех подростков со всей области на целых два дня. Приезжай и расскажи, что Бог делал, чтобы они узнали, что это им передается. 14, 15, 16 лет. Вы знаете, самое, что лучшее в моей жизни произошло, когда моя жена сказала, каждого ребенка, когда ему исполнится 14 лет, ты возьми с собой на миссионерское поле Твенебелли, только ты и она. Сначала дочку я взял, потом одного сына, потом другого сына, каждого брал. Потом в нашей церкви мы сказали отец и сын. Какая самая большая проблема сейчас в нашей церкви? Отец и сын. Мы заняты. У нас нет времени для своих детей. И все, Катарина сказала, ты сейчас поедешь с ним. Я помню, как я ездил несколько раз. Она видела проблему, говорит, ты поедешь на миссионерскую поездку. Пускай он сидит везде, где ты будешь, там и ты будешь. Вы будете спать в одной комнате, в одной кровати, будете есть с одной тарелки. Но вы и ты проведешь время с сыном. Я помню, как одного из сыновей брал в Сибирь, в Омскую область, для того, чтобы построить вместе. Мы сделали от церкви такой отец и сын. Каждый отец поехал, сам себе оплачивал деньги, а церковь оплатила сыну билеты. И говорит, мы заплатим сыновьям. Мы семь сыновей, отец взяли семь сыновей. И мы за две недели построили Большеречи, Большеречи, дом молитвы. За две недели мы построили. Это прекраснейшее освящение было. И когда наши сыновья там стояли, и вдруг они из пустого маленького домика, где они провели первое богослужение, провели заключительное богослужение, и два человека покаялись. Наши видели, как наши дети стояли и плакали. Все это были подростки, 14, 15, 17 лет. Что лучшего, если мы это время инвестируем в этих людей? Они вырастут, они увидят нас. Знаете, самое, что лучше было? Когда отцы и сыновья, те, которые должны были поехать, они три раза должны были вместе прочитать Нагорную проповедь, изучить. А потом мы вместе изучали. Это время, проведенное с детьми, со своими сыновьями. Вот это мы хотим передать. Друзья, дорогие, братья, сестры, у нас есть эта возможность, у нас есть, что передать. Мы еще помним наших дедов, мы еще помним наших отцов, которые пронесли этот факел веры. Почему мы здесь собрались? Для того, чтобы вот эта истина, которую нам передали наши отцы, передать дальше. Это, ставь эту веру. Это пройдет 10, 15, 20 лет. И это будет все. Наше поколение уходит туда. Кто будет после нас? У нас прекраснейшая молодежь, прекраснейшие дети. В их сердца нужно заложить этот огонь. Огонь Евангелия. Веру в живое Слово Бога. И Бог совершит свое. Доверить Ему. Знаете, моя мать была простой женщиной. Вот просто искренней женщиной. Каждый день она посвящала тому, чтобы нам просто читать и рассказывать библейские истории. Ей говорили как-то, Аня, как ты так можешь отпустить детей везде, куда они не едут? Она говорит, я не так просто отпускаю их. Я их сопровождаю своими молитвами. Знаете эту разницу? Она ей не была ни телефонов, ничего. Она не знала, где мы. Но она молилась тому, который знает, где мы в этот момент. Ночью и днем. И здесь есть люди, которые знают нашу мать, простую женщину, которая каждый день, каждый день, без исключения, представьте себе, 15 человек. Я сейчас не могу представить. Без этих больших холодильников, без этих больших стиральных машин, без этого всего, перестирать, приготовить все остальное. Каждый день, неважно чего. Она, это было ее святое время, с 12, с пол первого примерно, до двух, уходила в свою комнату. И мы знали, она там отдыхала, проводила время с Иисусом. И это должна быть дома тишина. Самое большое наказание было у нас от отца, если вдруг мать скажет, что когда я пошла отдыхать, дети шумели. Это было самое большое наказание. Наша мама проводит время с Богом. Вот эта эстафета веры, она передала своим родителям, что мы передадим дальше, как мы живем. Отцы, возьмите своих сыновей и езжайте туда. Проведите время с ними, пускай они увидят, как вы любите Господа. Пускай они увидят, как вы идете, свидетельствуете через дорогу. Пускай вы увидите, как вы молитесь, как вы плачете, как вы у них просите прощения. На одной такой встрече отец и сын, я помню, просто сын, я не знаю, что на него напало. Он просто не мог уже смотреть на своего отца. Я как ответственный, я его взял, обнял и начал просто ему рассказывать, кто его отец. Он на меня смотрит, ты, говорит, про моего папу рассказываешь. Я ему все стал рассказывать. Прошло несколько часов, его отец, он плакал в углу где-то стройки, пришел, взял его и ушел вместе с ним. И он у него просил прощения за все, у сына просил прощения за все, за то, что времени у него не было, за то, что он думал, что деньги покроют все, за то, что он Библию так не читал, что он не был у него примером. Все, отец просил у сына прощения. Они вернулись, они сияли, знаете, как вот сияют? Отец и сын в обнимку и шли. Проведите время с сыновьями своими. Это лучшая инвестиция в вечность. И точно так же нужно делать и внимание уделять детям нашим, молодежи нашей в церквях. Бог дал нам прекрасный потенциал. Понесем Евангелие. Передадим это слово. Это факел веры. Аминь. Аминь. Слава Богу. Хотя мы договаривались, что брат Павел расскажет о некоторых проектах, то это лучше всего проект, мне кажется, потому что у каждого есть дети, каждый переживает. И я рад того, что мы можем вместе с вами делать эти все проекты, какой бы ни был, что бы ни было, проект церкви, или что, вот все, что делаем, я рад, что это можем сделать. А теперь брат Александр Кириллович, он скажет то, о чем мы говорили. Мир вам, дорогие братья и сестры. Я всех вас приветствую. После таких пламенных речей, которые я с таким наслаждением слушал, мне кажется, и мертвые пожелают вас стать, чтобы идти и благовествовать. Братья, спасибо. Да, это вдохновение, я думаю, для тех, кто трудится, поддержка хорошая, для тех, кто еще на распутье стоит, пойти или нет. Это хороший толчок. И хочу сказать, что мы в нашем объединении северо-западном и вообще в альянсе, мы придерживаемся, так сказать, вот этого направления. Мы не понимаем иначе, как только то, что церковь призвана не для того, чтобы делать для себя хорошие служения, радостные, вот развлекаться. Она призвана идти и благовествовать. Поэтому мы выражаем нашу поддержку вам, братья, и я благодарен Богу, что Господь свел нас, наши пути, вот на этих Нивах, на этих Нивах. Я вспоминаю Алмата, я вспоминаю Папу Павла, вот, ну, большую семью. Тогда было мое становление, да, и я очень рад, что вот дети продолжают, вот, путь своих родителей, служения и так далее. прежде чем я скажу несколько слов перед молитвой нашей освящения, посвящения, у меня есть один богословский вопрос для вас, братья и сестры. Вопрос таков, кто может сказать, почему жених замедлил? Помните, да, притчу? И написано, жених замедлил. Вот, кто может объяснить, почему жених замедлил? Ну, да. Он залезли время для того, те немудрые, чтобы не покаялись. Чтоб немудрые покаялись. Ну, соглашусь, в какой-то степени, да, было у них время, но мне кажется, они уже опоздали, потому что, когда пришли, там сказали, все, дверь закрыта. А вот замедлил жених, да, я думаю, что жених замедлил по одной простой причине, он знает, сколько проектов у его детей здесь. Представляете, такие проекты, столько намечено, такие евангелизации, вот, такое видение, такое желание, такой огонь. Ну, не может жених сейчас прийти, да, он замедлил, да, и Петр об этом пишет, да, что Господь не медлит с тем, чтобы прийти, а долготерпит, чтобы, помните, да, чтобы люди еще спаслись. Поэтому, ну, это просто так, может быть, для желания, братья и сестры, совершить молитву, чтобы Господь осветил, вот, это помещение, этот офис, вот, что это значит? Я думаю, все мы понимаем, что вот это помещение, вот эти комнаты, вот, которые мы хотим использовать для Господа, это не светская контора, да? Это не контора для тракистов, куда будут приходить, привозить свои отчеты, вот, будут приходить, и получать деньги там, и так далее, и так далее. Это не контора, друзья, это не офис какой-то большой компании, может быть, известный, солидный такой, известный во всем мире, в Европе, здесь, нет, дорогие друзья, это не место для развлечения, не будет объявлений, что, пожалуйста, по такому-то адресу могут прийти молодые люди и провести здесь время, получить какой-то фан, ну, как сегодня, мы слышим иногда, молодые люди говорят, «Да не знаю, как убить время». Вот, слышали такое выражение, да? «Не знаю, как убить время», и думается, «Подожди, откуда у тебя столько времени, что у тебя желание его как-то убить?» У нас не хватает времени, да? И нам кажется, иногда было бы 36 часов в сутки, и то, наверное, не справились бы. Поэтому это не место для фана, это не место для развлечения, это не место, куда могут приходить люди и убивать свое свободное, свободное время. Нет, дорогие друзья, абсолютно нет. Я хочу сказать, это помещение из серии домов Божьих. И я не боюсь этого слова. Храм когда-то был освящен, когда-то была совершена молитва, это был дом, построенный Богу. Братья и сестры, поймите, с самого начала это помещение отдано Богу. Это помещение отдано Господу. Это помещение будет служить Богу. И это самое важное. Я хочу, чтобы мы отсюда начали отталкиваться, дорогие друзья. Я не думаю, что это просто будет место, куда будут приходить ответственные работники, время от времени приезжать братья с Германии. Может быть, и мы когда-то что-то, да, соберемся, наметим планы, покушаем шашлык и, ну, поехали, все. Я думаю, что здесь должно быть намного больше. Я хочу, чтобы это стал вот этот дом духовным центром. Чтобы люди, живущие здесь, в Миннеаполисе, да и в других местах, могли понимать, я могу поехать туда, в то помещение по такому адресу, там есть служители, с которыми я могу поплакать, с которыми могу помолиться, с которыми могу порассуждать. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, дорогие друзья, чтобы вот эта рутинная работа, вот организационная работа, обсуждение проектов и все другое, чтобы они не затмили вот эту духовную сторону, вот этот духовный климат вот в этом офисе, как хотите, называйте там, в этом Божьем доме. Вот это самое главное, самое важное. И я уже говорил вот с Костей и с другими братьями, было бы неплохо, если бы здесь, вот, ну, поблизости нашли бы братья таких ответственных, духовных служителей, вот, духовных служителей, с огромным опытом, которые могли бы хотя бы один или два-три дня вот в этом офисе дежурить, просто приходить сюда, может быть, читать, молиться, но все другие бы знали, что я могу позвонить, пойти туда, и там есть те, которые помогут мне в моих духовных проблемах. Я думаю, что если бы была такая возможность, она в принципе есть, но исполнили бы ее, нашлись бы эти братья, я думаю, что это был бы большой-большой успех. И я думаю, что пройдя через вот помещение этого офиса, молодые ребята не попали бы в центр реабилитации. Мы опаздываем, братья, мы опаздываем. И наши дети, наши внуки, они не могут найти вот такого места, где могли бы открыться просто, рассказать все, довериться, и знать, что это никуда не пойдет. Это все будет Богу принесено. Мы их сохраним от центра реабилитации. Если у них нет такой возможности, они из наших домов, из домов верующих родителей, очень часто идут туда, в центры реабилитации. Это сегодня бич нашего времени. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы, чтобы подумали как-то, вот положили это на сердце. Я верю, что найдутся такие служители, которые будут сюда приходить, им много душ, найдет здесь вот успокоение, ответы на свои вопросы, примут Христа, и это будет благословение, это будет использование вот этого места по назначению, дорогие друзья. Это очень и очень важно. Молитва наша будет о благословении, правда, да, чтобы Господь благословил, вот, хранил его, ну, само собой, от стихийных бедствий, но чтобы окружающим здесь фирмам, офисам вдруг стало слышно, что вот в этом доме здесь находится кто? Господь. Ну, есть такое слово, вы помните, да, и слышно стало, что он в доме. Вот я хочу, чтобы слышно стало вот в этом районе, в этом городе, да и не только здесь, сегодня онлайн интернет. Вы знаете, иногда приходят ко мне молодые люди, мы беседуем, и они спрашивают, ну, можно будет еще раз поговорить, позвонить, вот, когда вам удобнее позвонить? я говорю, вы можете звонить 24 часа в сутки. Ну, как, ну, так же не бывает, надо же отдохнуть, надо же, да. Я со служителями об этом говорю, 24 часа в сутки, телефон у служителя должен быть включен. Ну, это невозможно. Я говорю, нет, это возможно, и нужно, и необходимо. Окей, ты устал, тебе надо отдохнуть, а где-то на другом конце такая проблема, которая нисколько не терпит никакого отлагательства. Там нужна помощь вот в эти минуты. Тебе позвонят, а ты скажешь, я занят, позвоните завтра. А завтра, может быть, объявят, ушел в вечность, наложил на себя руки. Поэтому я хотел бы, чтобы мы вот этот момент тоже учитывали, друзья, это очень и очень важно. Звонят люди, да, когда будут звонить, когда будут спрашивать, тогда всегда должен быть ответ. Это должен быть духовный офис. И люди окружающие это узнают и будут знать и в 2 часа ночи, и в 3 часа ночи. Я могу позвонить служителю тому или другому, и я получу ответ. Я не получу отказ. Это очень и очень важно. Итак, мы будем просить благословения. Я уже сказал, что это не просто офис, это не просто, так сказать, место для развлечения. Нет, это, ну, я называю из серии домов Божьих. Вот по-своему это тоже будет дом Божий такой. Вы помните, когда было освящение храма, была молитва Соломона. В наших церквах ее используют, да, вот, читают, когда освящают молитвенные дома. И это очень благословенно, слава Богу. Но Господь, услышав молитву Соломона, молитву Соломона, Он ему ответил. И вот часть его ответа, ответа Божьего, я и хочу прочитать сегодня вот для нас, ну, собравшихся здесь. Этот ответ Божий я нахожу в 2-я книга про Липоменон, 7-я глава, 15-й стих. 2-я про Липоменон, 7-я глава, 15-й стих. Бог, отвечая на молитву Соломона, Он говорит, ныне очи мои будут отверсты и уши мои внимательны к молитве на месте всем. Это слово Бога. Ранее, в 6-й главе мы читаем, об этом молился Соломон и говорил, прошу тебя, чтобы очи твои были отверсты, чтобы ухо твое было внимательно, когда придут сюда люди, придут язычники, кто бы не пришел, чтобы он нашел здесь успокоение. Это была просьба, это была молитва Соломона, и Бог отвечает, хорошо, отныне и дальше мои очи будут отверсты, и уши мои будут внимательны. Братья и сестры, проблема у нас бывает такая, когда мы много чего видим, правда, видим в жизни других людей, себя не видим, но когда эти люди просят нас помочь им, мы их не слышим, у нас уши не работают, мы только видим недостатки, мы только видим проблемы, мы только видим падения, мы видим ошибки, многое другое, помочь, а услышать этот вопль мы не слышим, иногда мы слышим крик о помощи, нас зовут куда-то помочь, мы слышим очень хорошо, но не идем туда, чтобы увидеть и помочь, друзья мои, Господь дал такое чудесное обещание, мои очи будут на этом месте, то есть я буду видеть все, что будет делаться здесь, я буду видеть, как вы молитесь, как вы поете, как вы общаетесь, как вы решаете, как вы кушаете шашлык, я буду видеть все, с одной стороны, это нас настораживает, а с другой стороны, дисциплинирует и дает нам такое упование, да, друзья, что Бог видит нас, собравшихся здесь, и Он говорит, не только буду видеть, но мое ухо будет внимательно к тому, что вы будете говорить, и это тоже очень чудесно, когда кто-то из нас, может быть, даже пришед сюда, препятствий будет много, будет много противников, дорогие друзья, их будет больше, чем во времена апостола Павла, дьявол сегодня пошлет сюда огромное войско свое, разрушить это дело, помешать, соблазн посеять, обиды посеять, ну, многое, что Он будет делать, да, через близких, через сотрудников, а Господь говорит, ухо мое, внимательно, и кто-то когда-то из вас, какой-то день, может быть, задержится, зайдет в какую-то комнату, и после определенного дня, каких-то трудностей, каких-то переживаний, просто закроется и начнет плакать, закрывшись, начнет плакать, служителям это известно, есть комната, которая закрывается, куда не заходит ни жена, ни дети, некоторое время, когда он один молится там, у вас сотрудники этой миссии будут такие минуты, и Бог говорит, когда зайдешь, когда закроешь дверь, когда будешь плакать, мое ухо будет внимательно, друзья мои, поэтому я хотел бы, чтобы мы поняли, молитва наша, не просто, чтобы Господь вот сохранил и сделал, так сказать, это место привлекательным, таким, просто для людей, а наша молитва будет о том, чтобы очи Господа были всегда над этим местом, чтобы ухо его он преклонял и слышал, которые молитвы будут возноситься отсюда, то есть, другими словами, чтобы он присутствовал здесь. Аминь! Аминь! Аминь, братья и сестры, порядок будет такой, так договорились, братья вот посоветовали нам. Мы благодарим тебя, что ты обещал нам, что уши твои будут внимательно слушать, и очи твои будут открыты, и будут видеть все то, что здесь будет происходить. Господи, с этим обетованием мы хотим идти вперед, и мы посвящаем это здание тебе. И благослови, Господи, будь прославлен в этих стенах. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь! Аминь! Отец Небесный, в этот час мы приходим к тебе и благодарим тебя за Господа, нашего Иисуса Христа, который простил каждого из нас. Мы дети твои. И в этот час мы благодарим тебя за жертву, которую ты совершил ради нас. Но в этот час мы молим тебя ради страданий Иисуса Христа, ради Его пролитой крови. Просим тебя освети это место. Освети это место, чтобы это была твоя территория, чтобы ангелы Божии ополчались вокруг этой территории. Господи, пускай ангелы Божии находятся в стенах этого дома, на крышах этого дома. Господи, услышь молитву нашу в этот час, чтобы люди, которые будут уставшие от греха, они могли приходить сюда и получать очищение и прощение грехов. Ты благослови всех сотрудников. Ты благослови все, что находится в этом доме. Во имя Иисуса Христа просим тебя освети и благослови во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Владыка Господи, мы благодарим тебя сердечно в этот прекрасный солнечный день. Благодарим тебя, собравшись здесь, вот в этом помещении, в этом доме. Благодарим тебя, что хозяева этого дома, они уступили, посвятили, предложили, отдали, сделали возможным, чтобы это помещение служило для славы твоей. Благодарим тебя за них и просим благословения для них. И теперь молитва наша благослови стены этого дома, благослови все комнаты, это помещение, Господи. Мы его посвящаем тебе, мы его отдаем тебе, мы желаем, чтобы очи твои, обозревая всю землю, видели и этот дом, чтобы ухо твое было открыто, для того, чтобы слышать молитвы, прославления, песнопения, всякие труды, которые будут совершаться здесь, чтобы очи твои видели и ухо твое слышало. Храни, Господь, от всех стихийных бедствий, от разрушений это помещение. Благослови своим присутствием, наполни славу твоей, чтобы окружающие здесь люди без неса могли вдруг когда-то сказать, истинно на месте всем присутствует Господь. Благослови всех сотрудников, благослови Господь, чтобы между ними всегда был мир, согласие, дерзновение, чтобы своим посвящением они зажигали еще многие молодые сердца. Мы еще раз благодарим тебя, поклоняемся тебе за твою великую любовь, Господи, и эту маленькую толику. Прими, Господь, из наших уст, из наших сердец, потому что по сравнению с тем, что ты отдал для нас это ничто, ты отдал жизнь свою. Поклоняемся тебе, благодарим тебя ныне и вовеки, Бог Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Аминь. Еще раз благодарен вам за это единство, за посвящение. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы все, что здесь не будет происходить, чтобы это было во славу Бога, чтобы каждый человек нашел здесь всегда покой. И вот эти слова, которые были сказаны, мы поставимся как девизом и постараемся сделать так, чтобы Бог всегда был здесь. Я думаю, что у каждого из вас есть что-то, может быть, не все. давайте так, где-то, наверное, минут 15-17. Если у вас есть что-то, может быть, пару слов, немного, чтобы хватило каждому, скажите что-нибудь нам в пожелание, чтобы мы могли все это дело хранить и исполнить, потому что мы все общие. Поэтому у кого есть расположение, вы можете выйти и сказать пару слов. Давайте я буду. Хорошо, Павел, давай. Я хочу Костю поздравить, вот так как мой родственник и Бог побудил меня, но Александр Кириллович прочитал мое место, 7 главу, 15 стих. Я утром готовлю. Это Божие место. Да, это Бог забыл. И я взял другое. Я взял 70-й псалом, который Давид пишет, и до седины, и до старости, пока не возвещу всему роду грядущее могущество твое и силу. Вот ты до седины, когда уже ты будешь белый, и ты будешь возвещать вот это могущество, силу Господа Иисуса Христа, которому все подчинено. И чтобы ты был настоящим гидеоном. Когда выйдут против тебя демоны, 5 тысяч, что ты три стема, побеждал всех, чем словом. Потому что у Господа сила превыше всех. Пусть Господь тебя благословит. И я сегодня, когда в видру, смотрю, я чувствую, как в Израиле, всегда в субботу служение. Вот мы привитые. Сегодня мы евреи. Привитые евреи. потому что я был два раза в Израиле. И я всегда, когда на служении проповедовал, тоже меня так чуну. Я думаю, почему баптисты не сделают субботу? Знаете, какое-то вдохновение, какие-то слова есть благословенные. И я сегодня был здесь, как на фаоре. Пусть Господь тебя благословит. И как Ниемья. Не меня, не я, а вот мы. Потому что нас много здесь. Поэтому я принимаю себя как для всех. Да, для всех. Вместе с тобой, Павел. Я с Евгением работаю, но я имею, как ты организовал, чтобы это место и ваша вся команда, чтобы была благословенная. Спасибо. Как Ниемья. Я успешен, потому что благодеющая рука со мной и строил. Спасибо. Стены разрушены, было оружие и строил. Спасибо. Так и ты строил. Спасибо. Пожалуйста. Я думал в библейскую выставку. Хорошо. Просто если можно не на меня, а вот как бы больше для всех нас. Мое желание два места напомнить. Одно я прочитаю буквально полтора стишка. Сегодня говорилось о молитве посвящения Харама Самоломонова. Дорогие, я хочу отметить, что это была первая библейская миссия. Альберт, не обижайся. Нет, не обижайся. Вот смотрите, он молится и говорит, даже иноплеменник или иностранец, который не из народа твоего, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого и ради руки твоей могущественной и мышцы твоей простертой и придет и будет молиться здесь. Мы знаем, что здесь много молится. Костя уже свидетельствует. Ты услышь с неба место обитания твоего и сделай все, о чем будут взывать к тебе. Спасибо большое. И еще Екклезиаста 9.10. Екклезиаста 9.10. Все, что может рука твоя делать по силам. Делай. Яна, 17 глава, мы помним молитву Иисуса Христа. В 4 стихе он пишет так. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Вот мое пожелание всем вам, братья и сестры, которые будут здесь трудиться, чтобы и всем нам, друзья, чтобы в нашей жизни мы могли исполнить именно то дело, которое Господь поручает нам исполнить. Чтобы мы были послушны голосу Его, чтобы мы были послушны голосу Духа Его Святого. Вот то, что ты сказал, молитва, вот это как раз таки это тогда, когда мы можем поговорить с Богом. Вот чтобы мы общались с Богом, чтобы каждый из вас, особенно вот это здесь будет центр. И чтобы вы могли исполнить то, что Бог поручает вам исполнить. И пусть Господь благословит вас, и когда у вас будут уже, может быть, ослабевать руки, когда у вас вдруг задрожат, может, колено, вам будет тяжело, потому что, как брат сказал, будут те, которые будут мешать вам. И это будет. И это вы приготовьтесь к этому, чтобы вы были готовы и знаете, что вот есть даже вот те, которые сегодня приехали, которые в любой момент, когда вы позвоните, могут поддержать вас. И вот, чтобы мы были все едины. Вот пусть Господь благословит нас всех, чтобы мы, вот не только они, они вот здесь будут начинать трудиться, но чтобы мы все по местам могли совершать вот то дело, которое Господь поручил нам. и пусть это будет наше общее дело, чтобы наш Господь был прославлен. Пусть Господь благословит вас и даст вам силы и духа бодрости, да, желания, сил, здоровья, и чтобы мы могли вот все вместе, да, противостать всем кознам, дьявольским и совершать дело то, которое Он поручил нам всем делать. И вам тоже. Господь да благословит. Вы знаете, я просто хотел, можно сейчас одну секундочку от этого Он говорит позвонить. Я хочу, чтобы вы сейчас подняли все свои телефоны внутри, в себе. Я уже вам звоню, чтобы вы всегда молились на протяжении всего времени. А почему не организовать здесь, на этом месте пусть не круглосуточную молитву, а ежедневную молитву со всех церквей нашей? Нет, уже. Ну, у нас столько ресурсов, столько силы, что интересно, Христос не сказал, дом мой наречется домом изучения Библии. Он не сказал, что дом мой наречется домом пения и музыки. Дом мой наречется домом молитвы. Когда апостолы сказали, каким самым важным делом они должны заняться, когда там произошло со столами, там обиды, мы же займемся молитвой и Словом Божиим. А молитва в первую очередь. Поэтому, братья, как-то созвучно все звучит о молитве, и что это должен быть центром молитвы, это должен быть Божий дом, дом молитвы. Почему в церквах люди не молятся? Ну, прийти в церковь, проанализируйте, кто в церкви на собрании молится. Ну, одни и те же, одни и те же и бабушки, и дедушки. И если бы я пришел в церковь, я бы сказал, что это дом пения, музыки, дом проповеди. Но никогда бы не сказал, что это дом молитвы. Вот, посмотрев вот так, на церковь, любую в городе, пости в церкви, братья, я не критикую. Я вижу, что вера в силу молитвы потеряна. Я вижу, что молитва пренебрежения. Братья, скажите, кто час молится дома, молитвы? Мы думаем, как час молится? А Христос молился всю ночь. Мы думаем, а как можно вообще всю ночь молиться? Молитва 5-10 минут и до свидания. Молитва пренебрежения и это самое главное, чтобы нам Бог заповедовал. Первая молитва. Все остальное следующее. Предложение. Может, братья, мы пробудимся, может, мы организуем здесь ежедневную молитву со всех церквей, сделаем какой-то график, скажут церкви, с нашей церкви придут, я приду первый. провести здесь молитву, помолиться. В понедельник, Павел, я тебя уже сразу приглашаю. В понедельник у нас будет утренний, у нас мы здесь постоянно молимся и сколько бы не было людей, вы знаете, каждый молится. Мне это очень радостно, я это очень люблю и хочу, чтобы это было моим кредом в моей жизни. Пожалуйста, брат Павел. Дорогие друзья, дорогие сотрудники миссии во главе с братом нашим дорогим, пожелания от нашей церкви, мы, когда я отправлялся сюда, они передали соответственно то, что необходимо было передать для продолжения труда и поддержания. И вчера брат мне сообщил, что это уже сделано, так же ждите чека. И, конечно, сотрудники дорогие, пусть Господь благословит вас всех в этом большом труде, это секрет, не для всех. Девятый стих Иисуса Новина, первая глава, хочу пожелание, брат Костя, тебе оставить. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдет. Трак будет охранять Господь, как столб облачный днем и огненной ночи. Братья и сестры, друзья дорогие, задача наша молиться о продолжении этом. Для Константина будет еще пожелание сказано, но я хочу оставить Экклезиаста 9 глава 8 стих. Там сказано, да будут во всякое время, ты помнишь эти слова, одежды твои светлы, я прочитаю дословно 9 глава 8 стих. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Дорогой брат, от нашей церкви, от имени всех присутствующих здесь братьев и сестер, я хочу, чтобы Господь тебя обильно благословил в этом труде, чтобы горел этот огонь, о котором сказали братья. Павел сказал, чтобы отцы и дети, я думаю, что брат вот сказал, чтобы здесь было молитвенное служение, пусть это место будет вефилем, присутствием Господа. Благослови тебя, Господь. В моем лице только всех, пожалуйста, чтобы на меня как можно меньше. Костя, тебя вообще нету здесь. Есть Господь, есть сотрудники, я же начал так. И сотрудников тебя. Благослови, Господь. Хорошо, пожалуйста. Вы знаете, когда Андрей прочитал этот стих, ибо все от него им и к нему, и ему принадлежит вся слава, честь и хвала. Это стих мы нам, просто когда мы строили церковь в Бразилии, собрались братья из Германии, с России приехали, с Америки приехали, и бразильянцы. Четыре языка, и никто толком друг друга не может понять, но слава Богу, те, кто приехал из Германии, они говорили по-русскому. И вот мы в конце, уже когда церковь закончена, мы говорим, а какой стих мы напишем? И вот пришел этот стих на память, ибо все от него им и к нему. Мы поняли, что это только Господь может делать. Вы знаете, меня радует, братья и сестры, что когда мы строим церкви, уезжая оттуда, церковь полностью меняется. Меняется их походка, меняется их служение, меняются их слова, меняется их отношение друг к другу. Вы знаете, мы построили церковь в Мариинске, это там еще Екатеринская тюрьма, в Сибири. Вы знаете, пришел сын пресс-фитера, главный рэкетер города, а его брат пожертвовал миллион на церковь, купили материал. Он говорит, я слышал, брат миллион пожертвовал, я тоже хочу поучаствовать. Мы говорим, нам то, то, то надо. Он говорит, это невозможно, весна, машины нельзя, грузовые ездить. Мы говорим, мы молимся, ты думай. Все привезли, и он сам удивлялся, как это могли мы проехать, они где штрафы не дали. Вы знаете, Господь милый, сейчас вся родня там его покаялась, и он диакон, этот рэкетер, там в этой церкви диакон. Вы знаете, просто это милость Божия, мы смотрим на все, на это. Было 25 человек, сейчас там 70 человек. То есть вот так вот все умножается. В Коврове люди собирались в квартире однокомнатные. Правнучка Воронина жила в этой квартире, она отдала ее церковь, подарила. Они говорят, братья, мы продадим квартиру, помогите нам церковь построить? Мы продали квартиру, мы говорим, купите землю. Купили землю, мы приехали и построили. Сейчас в этой церкви хороший хор, это самая благовестующая церковь во Владимирской области. Они ездят, каждая в Ксении, куда-то в гости. Вот так вот церковь выросла, мы смотрим, думаем, откуда взялись, было 15 человек. Братья и сестры, поэтому это служение нам нужно продолжать. Вот то, что братья говорили, нести весть Евангелия, вдохновлять людей, помогать им. И вы знаете, мы сегодня строим, ну, в России, в Украине, в Мексике, в Бразилии строим. Почему? Потому что Бог нам это дал возможность. 15 лет, совместно такая бригада, Россия, Германия, Америка, как-то встречаемся вместе, находим время, общаемся. В этом году три проекта, три церкви мы строили. Думаем, как Господь это, как вообще это возможно? Я вот благодарю Костю, что он как-то и молится за нас, и вдохновляет, и благословляет, когда мы с ним общаемся. И я, конечно, всей душой благословляю братьев на этот труд, который здесь начинает, и чтобы это доброе начинание зажигало всех нас. Чтобы мы слышали, а вот в Несоте вот такое движение пошло. Очень хорошие мысли рассказал, отцы и дети. Я думаю, как отцов зажечь? Ну, едут дети, я смотрю, один, другой, третий собирается, он никак не может, вроде обещает, а сам не едет. Думаю, классная мысль, надо братьев двигать, чтобы они тоже с детьми ехали, чтобы не только дети одни были благословляемыми церквями, чтобы отцы загорались. Слава Богу, что мы сегодня видим это чудо Божие, это трак, который будет благовествовать, и братьев, которые горят. Я благодарю Богу, что есть брат, который горит, и ты там зажигаешь. Слава Господу. Я очень рад, что когда мы предложили вот между братьями такую идею, чтобы вот в этом коллективе, который будет сегодня здесь, совершить вечерю Господню, и все так с удовольствием согласились. Я считаю, что это очень важно. Мы говорили сегодня о тех людях, братьях, сестрах, которые вложили какую-то лепту своего труда, вот в то, ну, к чему мы сегодня пришли. И когда мы пели эту песню, у меня снова пришли мысли, а все-таки, что послужило стимулом, что вот этот проект, вот могли прийти братья, сестры, молодые, пожилые, и все пришли, может быть, ну, довести его до конца. И мысль такая пришла, когда мы пели этот гимн, что сюда пришли те люди, которые когда-то были у креста Голгофы. Пропели строчку, там однажды был я. Я верю, что здесь сегодня все, кто однажды были у креста Голгофы. Если бы мы там не были, то мы сегодня бы не были и вместе. Если бы мы там не были, мы сегодня бы не участвовали в этом служении. Поэтому всю славу, мы все вместе, я это понимаю, даже когда мы называли имена трудящихся братьев, сестер здесь, мы всю славу отдаем нашему Господу. Поэтому пусть Господь благословит. И вечеря, она не только есть воспоминание о страдании Христа, но это есть сила, объединяющая нас, потому что мы переживаем вновь вот это единение в одном теле. А мы-то и кровью Христа единение в одном теле. Просто такой пример. Однажды я был приглашен там у нас в одну церковь. Вот, беседа должна быть, братский совет. Вот, вопросы были, трудности были. Я ехал и немножко переживал. Как оно будет? Вот, как все-таки сделать, Господи, благословить, чтобы все вопросы были решены, чтобы все было тихо, чтобы все разошлись в любви Господней. Это желание каждого служителя. И когда я приехал туда, вот, пришел в церковь, пришли, зашли в комнату, где должны были, вот, братья собраться, смотрю, приготовлено вечеря на столе. И я спрашиваю пастора, я говорю, а что такое? Вот, мне вопросы передали, вот, проблемы такие и прочее. А ты знаешь, говорит, никто не знает, что будет вечеря. А я просто от себя, говорит, решил начать наше общение с вечерей Господней. Поразмышлять о Господе, о Его ломимом теле, о Его страданиях, вместе помолиться, а потом решать вопросы. Братья и сестры, вы не поверите, мы вопросы решили за полчаса, а потом просто имели общение после вечери. То есть, каждый из нас, когда смотрел на этот хлеб, на эту чашу с вином, понимал свое отношение к Богу, понимал свое положение, свою ответственность. И прежде, чем мы начали беседовать и разбирать какие-то вопросы, каждый уже понял, что если Господь с нами, то все будет хорошо. И мы вновь пошли с ними на Голгофу. Поэтому вечеря здесь не по той причине, что у вас есть много вопросов, которые вас сегодня разделяют, но вечеря по той причине, чтобы таких вопросов не возникало, которые бы вас разделяли. Поэтому мы хотели бы сделать, начиная с вечери. Я верю, что это запомнится. В книге «Деяния апостолов» мы сегодня не просто проводим это, может быть, как в церкви, так более-менее официально, ну просто семья собралась. Я хочу напомнить, что происходило в первоапостольской церкви. Это «Деяния апостолов», 2 глава 41 стиха и ниже, до конца. «Деяния апостолов», 2 глава 41 стиха. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Замечательное повествование о наших братьях и сестрах Первой апостольской церкви. Пребывали в храме, по домам преломляли хлеб, совершали вечерю, воспоминания, пищу вкушали потом. У нас что-то подобное сегодня, да, вот как Первая апостольская церковь. Мы помолились, мы подпели, преломим хлеб, вспомним страдания Господа, и в веселье наших сердец потом будем принимать пищу, да, именно в веселье наших сердец. Вспоминаю, лет 8 назад моя первая поездка в Израиль была, вот, с Веной Пинкевичем. Мы проводили там тогда некоторое обучение, вот. И после семинара одного должны были пойти на обед и попросили брата одного помолиться, чтобы он помолился о приеме пищи. Я эту молитву запомнил на всю жизнь. Он говорит, Господи, благодарим Тебя за эту пищу и просим теперь, благослови нас, получить удовольствие в приеме этой пищи. Ну, вы знаете, я так сначала засмущался, думаю, ну что за молитва. А потом подумал, Господи, ну Ты же дал нам эти вкусовые железы. Ну, не просто же так, да? Если бы не было удовольствия в приеме пищи, открыл тут крышку или тут накидал туда, какая разница чего, да? А вот что-то срабатывает. Бог даже это предусмотрел. Так что будет и это. Но прежде будет вечеря Господня. Я просил бы, чтобы брат Тимофей прошел сюда. Вот, и мы... Апостол Павел в послании к Коринфянам в 11 главе с 23 стиха пишет слово такое, «Ибо я от самого Господа принял то, что Иван передал». Это удивительное слово, замечательное. Нам нет нужды дискуссировать, нам нет нужды что-то придумывать, нам нужно просто следовать тому, что сказал Господь апостолу Павлу. И он говорит, что Господь в ту ночь, которую предан был, Он взял хлеб и возблагодарил, и затем преломил. Мы так с вами читаем послание к Коринфянам. Мы совершим молитву над хлебом. Субтитры создавал DimaTorzok